Всем привет, с вами Никита Дело и сегодня мы поговорим о модах на Евротрак Симулятор 2. Я в общем-то подробно расскажу обо всех модах, которые у меня установлены и зачем они нужны. Сразу говорю, как видите, у меня нету дополнительных карт. На данный момент в игре столько DLC-шек, что в принципе их объездить уже будет непросто. Плюс у меня нету модов на дополнительные грузовики, потому что мне в общем-то хватает того, что есть в игре на данный момент. Вот эти 9 модов, которые у меня установлены, даже 8 по факту их, они изменяют геймплей и вроде как в сторону реалистичности какой-то. В общем-то погнали их смотреть. Первый мод, который настраивается из меню, это голоса Яндекс.Навигатора. Я привык пользоваться голосовым навигатором, потому что я любитель провафлить поворот. Соответственно, после того, как подключаете этот мод, нужно зайти в настройки звука и в меню вот здесь голосовая навигация, включить голосовую навигацию и соответственно выбираете русский, какой захотите голос. Тут их очень много. Ну в общем-то все, которые доступны для Яндекса. И соответственно можно посмотреть тест голоса. Вот у меня вот такие настройки по звуку стоят. То есть он у меня прям тихо. И меня это вполне устраивает. Ну например, это вот так звучит и лежает. Ну мне больше всего нравится Алиса. Не знаю почему. И разумеется я ставлю ее довольно тихо. Предупреждение о скорости тоже может быть голосовое, но это по-моему только у Нагиева доступно, если мне память не изменяет. Голос поставить. Прям пятый съезд тоже бывает. Ну ладно. В любом случае я оставляю Алису, она мне больше всего нравится. Ну и сигнал на превышение скорости. Тоже кстати полезная штука. Следующий мод, который бросается в глаза, это целых два мода. Мод на зиму. Соответственно по ссылке в описании вы найдете основной мод, который идет на зиму. И в этой же ссылке если откроете, там будет еще дополнение на и по тяжелую зиму. Она у меня стоит, она убирает траву. А также есть мод на зимнюю физику. Я его не ставил, мне что-то как-то не особо хотелось, если честно. Мне приятно и так кататься. Учтите, что это да, добавляет реализма. Но если мы откроем карту, то в каком-нибудь вот южном кольяре, палермо катании, такой зимы не бывает. То есть на самом деле актуально это будет, если вы катаетесь где-нибудь по северу. Понятно, что можно это встретить даже и в Польше какой-нибудь, но в Стамбуле например, вот в этих краях. У меня на этом профиле даже не открыто это все дело. Вы не встретите такую зиму, поэтому реализмом пахнуть это не будет. В общем-то он у меня такой временный, что-то в последнее время захотелось. Не думаю, что я прям долго буду с ним ездить. Но он есть и это хорошо. Следующий мод, название которого вы видите на экране, переносит роутедвизор наверх. Я на самом деле очень не люблю, когда навигатор, ну то есть в окне справа находится, он там мешает. Опять-таки хочется большего погружения. Навигатор тем более мне не нужен, потому что он в машине стоит свой. Не знаю, если ее завести. Мы видим, что он в машине есть, поэтому два окошка не надо. А вот информация о том, сколько осталось ехать, когда мы получаем груз или прокладываем какой-либо маршрут. Например, давайте вот сюда вот его проложим. И сверху мы видим информацию сразу, сколько нам туда осталось ехать по времени, время видим и так далее. Эта информация очень полезная. Я, наверное, в будущем прикуплю себе дополнительно какой-нибудь планшетик дешевенький. Повешу его рядом с телеком и поставлю туда сим-дашборд. И этой информацией тоже пользоваться не буду, ее с экрана уберу нахрен. Но как по мне, штука прям крайне необходимая. Всем советую. Следующий мод называется Фезерс Светофор. Что-то там такое. И эта штука дублирует светофор. И он у нас теперь виден еще и на обратной стороне улицы. По умолчанию в игре этого нету. То есть мы видим только вот эти светофоры. Встречного нету. То есть когда вы подъезжаете, например, во второй полосе, у вас примерно вот такой обзор. Соответственно, приходится поворачивать голову направо, чтобы видеть сраный светофор. А так он у нас теперь есть впереди. Дублируется и нам не надо ворочаться. На самом деле, светофоры там действительно устанавливаются. Поэтому этот мод, как по мне, тоже крайне необходим. Также есть еще один замечательный мод, который называется No Barriers. Если вы посмотрите на карту сверху, то мы видим, что дорога здесь заканчивается. И без этого мода здесь были бы крестики. И, соответственно, можно было бы в них врезаться. А так мы можем проехать дальше. Кстати, мы действительно можем туда дальше проехать. И, наверное, игра забагуется, когда вы в это место заедете. В общем-то, меня раздражают эти крестики. Тоже реализм минус, что называется. Поэтому я решил их убрать. Также у меня присутствует два мода на трафик. Они не добавляют трафик. Вообще, я не люблю моды, которые добавляют в трафик какие-либо транспортные средства. Я считаю, что они нахрен не нужны. Здесь и так много всего. Только лишняя нагрузка на систему. И сделаны они, как правило, неплохо. Но все равно очень сильно, не знаю, мне глаза режут. Но есть два мода, которые увеличивают плотность трафика. И делают его поведение несколько агрессивным, что ли. В общем-то, там тоже в паке их получается два. Я его то подключаю, то отключаю как-то по настроению. Если поставить высокую плотность движения, то готовьтесь к тому, что иногда придется и в пробках постоять нормально. Сделаны они, в общем-то, добротно. Поэтому по настроению очень рекомендую к установке. Ну и последний мод, друзья, который в этой сборке присутствует. Это CSL Megapack. Эта хреновина, соответственно, добавляет кучу всякой фигни, которую можно расположить на приборной панели. Очень много всего. Тут прям охренеть, сколько всего можно расположить и на приборку, и на сиденье. Везде разные все. И повесить можно много разных хреновин. Ноутбук можно даже кота посадить, который будет спать. Можно сюда какую-то девку посадить, по-моему, было. Да, жаль, не двигается. Ну, понятно, короче. В общем-то, как по мне, тоже приколюха. Довольно-таки забавная. В мультиплеере не работает. И да, для нее нужно специальное дополнение. Не помню, как она называется. Что-то там, кабина Асисерис или что-то такое. Вот сказано, Асисерис. Не ржите. Короче, друзья, ссылки на ST-модс, на все эти моды будут в описании. Сейчас, на данный момент, актуальная версия игры 1.36. Все эти моды там работают. Но, насколько я знаю, на этом сайте они будут обновляться. То есть, если мод обновляется для версии 1.37, следующая будет. То там это все дело появится. Поэтому, в общем-то, качайте все оттуда, если кому-то что-то надо. Если, друзья, кому-то показалось-то информация полезной, повлепите, пожалуйста, лойсика или хотя бы вон за котейку. Я, правда, ненавижу котеек, но... Пишите в комментариях, друзья, какие моды еще у вас стоят. Может быть, я о чем-то полезном не знаю. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»